друзья всем привет начинаю новый объект довольно любопытный с точки зрения технологии какие здесь применены то есть по сути со всем этим я встречался но чтобы так вот в одном месте так сказать такой паноптикум это первый раз сейчас на объекте нет еще света как обычно у переноска есть демонтаж сделан здесь скажем так интересно частично убраны во первых все полы потолки в двух комнатах не тронуты оставлены старые потолки также не тронута штукатурка на стенах ну допустим здесь видите в том числе окно целое стены межкомнатные деревянные оставлены на месте обычно оставляют стены после капремонтов если это допустим такие прочные бетонные стены здесь же обычные деревянные стены с дранты со штукатуркой но приняли решение оставить как есть такие решения обычно применяются чтобы так сказать схитрить сначала всякими вариантами когда значит снимается вся штукатурка со стен приходит управляющая компания с проверкой но стены стоят хотя и без штукатурки но деревянные и как бы нет перепланировки соответственно претензий нет потом быстренько там за день все эти стенки разбираются и дрова вывозится такая хитрость лайфхак как избежать проблем с проверяющими здесь же я так понимаю все это планируется восстанавливать то есть стены здесь оставлены не ради хитрости ради того чтобы их восстановить здесь вот снята штукатурка так далее так здесь также оставлен потолок потолки а потолки оказывается в трех комнатах то есть во всех комнатах жилых оставлены потолки вот там же где планируется санузел и кухня здесь все потолки зачищены также зачищены стены до кирпича здесь соответственно до дранки и проем зачищены так теперь по поводу перекрытий здесь встречается все что только можно значит в этом помещении как видите тут деревянные балки свет деревянные балки вот они проходят в этих комнатах у нас тут опять в деревянные балки заканчиваются опираются на интересно на что они опираются похоже что-то на несущую стену так и дальше пошли металлические балки вы видите лаги стоят на них держится стена металлические балки и здесь также металл с деревянным наполнением в этих в этих комнатах тоже но здесь уже балки лежат по-другому да так поперек здесь же где стою это парадная и здесь так сказать залито бетонное основание вот эти деревяшки которые лежат это то есть просто флаги на которых держится стена так и переходим сюда здесь старая балка и вот здесь посмотрите это вообще арка в доме арка находится да то есть мы находимся на втором этаже его таким свод соответственно это арка здесь раньше были балки вот там вдали видите оставшуюся одну деревянную балку и соответственно гнезда под прошлые балки но здесь все это со слов заказчика сгнило все убрали почему сгнило вопрос у меня две версии первое что здесь была кухня были протечки постоянные и подгнили балки у стены и второй вариант что возможно арка не настолько толстая и при морозах здесь образуется конденсат который поднимается и со временем все это сгнило поэтому здесь у нас решение будет будем восстанавливать балки двутаврами вот но я закрою все всю арку не минватой пенополистиролом то есть пеноплексом то есть все будет герметично но если вдруг будет образоваться конденсат чтобы соответственно не портилась изоляция то есть пенополистирол не боится влаги а если бы положить в минвату то понятно что с ней будет когда она промокнет керамзитом засыпать также не хотелось потому что здесь поднимать довольно высоко и я посчитал где-то порядка двух тонн понадобилось керамзитов здесь не хочется нагружать арку мало ли в каком у нас состоянии итак друзья очередная доставка материалов из петровича очередная проблема с низкими арками есть другие подъезды но там перегорожено машинами поэтому прорываемся здесь хорошо хоть есть какие-то альтернативные пути иначе вы были большие проносы сделал свет давайте еще раз посмотрим повнимательнее объект значит и такие решения будут применяться то есть где как будет монтироваться стяжка здесь у нас деревянные балки лежит лага поперек еще лаги и на этом держится брус на котором стоит стена соответственно здесь проф лист будет располагаться вот так то есть он будет опираться не на балки а на лаги то есть я сделаю параллельно этой лайки еще здесь в общем четыре лаги вот здесь изначально поделал 3 но тут немножко пришлось переиграть по толщине проф листа заказывал изначально 0 8 но перезаказал на 0 7 так как у поставщика на сайте цены к сожалению не актуальны были поэтому заморочусь сделаю чуть больше лаг и соответственно проф лист у нас вот так будет еще раз завезем cps керамзит здесь все что над парадный будет заполнен керамзитом кстати уровень будем делать на три с половиной сантиметра ниже уровня личной клетки связано с тем что здесь будет потом в дальнейшем планируется фанера 20 миллиметров и инженерная доска 15 миллиметров пробил уровни все позволяет это сделать единственные моменты квартира так сильно перекошена плоскости задрано вон та часть и так как здесь стяжка будет ниже будет выпирать вот эта вот часть бруса где-то сантиметра 2 до этого планирую что это уйдет под стяжку и будет монолитом цель на все и получается у нас два места таких здесь в этой комнате и в этой комнате также я думал убрать порог нижний чтобы сделать единую стяжку но сейчас когда проверил нас получается стяжка ниже верхней точки бруса на котором стоит стена так здесь все это поковырял покопал выглядит как будто балки самом деле это просто доски опор опора для деревянного пола было поэтому все это хороним под керамзитом и делаем плотное основание и будет стяжка 6 сантиметров так там где металл собственно будут в нужных местах на наращено деревом в этой комнате минимально там у нас проходы для грызунов там попросим заказчика я по периметру сделал также керамзит и бетон где-то наверно там полметра метр а дальше все раз будет звукоизоляция порог кстати здесь решили не убирать то есть довожу стяжку только до стены так и в этом помещении где балки привезли на двадцатые двутавры сейчас они уже нарезаны в размер прежде я подготовил гнезда чуть-чуть их расширил и в там где нужно углубил здесь допустим основание крепкая поэтому здесь вот 15 сантиметров вполне достаточно вот в этом же гнезде здесь крайний кирпич был разрушен поэтому туда вглубь еще 10 сантиметров ушел также там сделал местами кладку сначала внизу здесь сделал кладку потому что ну что не оставлять висящими кирпичи и здесь уже сейчас подлита подливая площадочки рем составом сейчас все площадки убрал смочил залил площадочку до завтра дня оставлю рем состав схватиться будет очень очень прочно всегда так делаем кладем именно на рем состав здесь также кусок сделал кладку из кирпичей просто cps клеем вот и завтра еще приподниму уже рем составом может быть вечером смонтирую балку собственно вот такие работы такой интересный объект делаем потом буду показывать как будет получаться а еще интересно здесь происходит реставрация старинной лепнины не знаю сколько старинный так что всем любителям и тем кто возмущается что уничтожается старинная красота здесь как раз она не уничтожается аккуратненько все вот химии смывается старая краска трещинки так понимаю потом будут все расшиты насчет штукатурки не уверен скорее всего оставили для того чтобы эти переходы тоже все остались старые здесь убрали штукатурку наверное за штукатурят и вот во всех комнатах где есть розетки здесь розетка есть здесь тоже такая сильно сильно закрашенная розетка а здесь я думал тоже розетка полез вешать лампочку оказалось что это пенопласт всем пока